всем привет ребята вы на канале санишка играем вместе и мы продолжаем играть сиреноголового холл холин посмотрите красиво в игре разработчики украсили все сделали таких вот оранжевых тонах тыковки красивые сиреноголовый красивый яркий здесь все в черно-оранжевых тонах вот разработчик красивый просто приятно посмотреть это сейчас хэллоуинское время как обычно бывает наверное всего несколько недель в году перед хэллоуином и сейчас мы попробуем поиграть в эту замечательную игру здесь покупочки можно совершать и также здесь обычно можно видеть всех существ а это какой-то игрок я думал что это монстр из этой игры так ну что мы будем за заходить давайте-ка ребята зайдем все-таки наберемся и запишем с вами ролик давайте-ка давайте ребятки сколько там нас набралось наверное не так много я думаю что достаточно чтобы показать что же еще в хэллоуинском обновлении сделали для нас разработчики прошлом видео из сиреноголового мы видели с вами встречали человека с перевернутым лицом также мы видели всадника без головы такого похожего черного который на лошадь я думал что это сначала что-то лошадь оказывается это всадник без головы также здесь должен быть еще какой-то костюм мэн то есть какой-то человек костюме так что ли я правильно перевожу может быть неправильно посмотрим так же здесь должен быть еще картон кэт хэллоуинский в прошлый раз я так его и не обнаружил почему-то я нашел обычного картон кэта ну для того чтобы попасть на второй уровень нам нужно сначала собрать все вещи в первом уровне все предметы пять предметов за 10 минут мы должны собрать и конечно неплохо вам ребята бы попасть в этот подвал в котором есть винтовка вот для этого нужно найти ломик и попасть в дом шерифу пока здесь я ничего не вижу чтобы нам могло помочь туда попасть пока слабенько мы собираем все ребятки тут слабо собирают нужно им помочь тогда кто-нибудь другой может забежать и схватить винтовку с подвала так что там инструменты кто-то нашел ящик с инструментами чтобы починить машину так здесь что у нас дерево поваренное здесь лодка старая а вот ломик я беру ломик и должен быстро-быстро бежать в дом в подвал чтобы взять винтовку кто-то нашел покрышку колесо даже не покрышку а целое колесо так мы прорываемся в подвал а там уже кто-то ходит ребята вот это да или там не ходят нет не ходят заходили в доме наверху а я опять проник в подвал и взял винтовку эта винтовка вам очень сильно пригодится на втором уровне потому что это одно из мощнейших оружие в этой игре ну естественно бесплатно которое вы можете получить вот смотрим что здесь вот ребятки эти пропустили канистру посмотрим взяли ли они пистолет нет эти ребятки пропустили и пистолет вот он то есть я теперь экипирован полностью и готов к встрече с хэллоуинскими чудовищами то есть на этом первом уровне вы можете подобрать два бесплатных оружия это винтовка и револьвер все это в доме шерифа револьвер а в подвале шерифа винтовка значит нас тут не так уж и много четыре человека конечно сильно мы тут не разойдемся в таком составе сильно там этих чудовищ не постреляем но может быть кого нибудь удастся ликвидировать загружается второй уровень опять все тот же городишко вот четыре три игрока и я четвертый я здесь играю с аккаунтом мамы санишки вот ее аккаунт здесь все то же самое мы должны найти пожарную вышку мы должны найти в ней генератор включить его чтобы появился на вышке свет чтобы нам можно было здесь переночевать и дождаться утра а вы ребята подпишитесь пока на наш канал поставьте лайки и можете комментировать наше видео на страничку странишки в инстаграм на ютюбе на ютюбе у нас детский канал поэтому комментарии там неактивные сейчас мне предложат стать синоголовым или картонхетом так я пожалуй вот кто то взял уже так я здесь просто промолчу потому что у меня курсорчик заело я не могу ничего сделать я лучше подожду чтобы не превратиться сиреноголового так все так что тут кто тут надеюсь сиреноголовый так быстро тут к нам не подойдет где он вот он уже очень подходит ребята а я не хочу совершенно с ним встречаться поэтому я буду пробегать по возможности куда нибудь убегу и поищу других зданий но я слышу что он где то рядом и мне конечно не очень хотелось бы пробегать на него так давайте-ка возьму лучше винтовочку и побегу куда нибудь навстречу 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 ветру как говорят посмотрим кто мне встретится и встретится ли кто нибудь постоянно тут приходится оглядываться чтобы никто тут не подкрался ко мне фото вот в чате во вот он по моему я не хочу совершенно с ним встречаться тем более я уже сам его во вот это вот длинная лошадь ее же я ещё травим называю я так и не понял, честно говоря, можно ли её убить. Ну, жизни у неё неактивны. Поэтому я думаю, что всё-таки нельзя её убить. Она такая, так скажем, неубиваемая. Просто здесь, чтобы нас попугать. А есть персонажи, которых можно... которых можно убивать, с которыми можно взаимодействовать. Так. Здесь домик у озера. Я нашёл на той стороне. Так, попробую пробежать. Может быть, кого-то встречу. Может быть, не встречу. Так, вот, в прошлый раз я здесь встретился с всадником без головы. Как вы помните, я принял его ещё за лошадь, потому что здесь абсолютно темно и ничего не видно. и наша встреча здесь закончилась очень плохо. Так, ну, вот здесь обычно появляется Cartoon Cat или мультяшный код. Вот он, ребята, появился. Очень страшный. Ещё и щекот на меня. Всё, он меня догнал. Догнал и причём убил прям практически сразу. Практически сразу. Практически сразу он переворачивал свою голову в своих руках и меня пугал. И хэллоуинское ли это обновление или нет, я, честно говоря, не знаю. Я ожидал, что у него будет вместо головы тыква или ещё что-нибудь в этом роде. Ну, ничего такого, ребята, ничего такого. Опять мой спор с ним ни к чему не привёл, точнее, привёл к моей гибели. Так, я вижу, там ещё какое-то существо. Попробую. Сейчас у меня нет никакого оружия. Оружие обычно я добываю в домике у реки. О, это всадник, ребята. Это всадник без головы. Он сразу своей саблей меня сразил. Просто наповал. Вы слышали, какой звук. Страшный, неприятный звук. Это действительно всадник. Это не лошадь. Это самый настоящий всадник с саблей. Его разглядеть у меня не получилось. Так, ну что, встретили. Опять встретили всадника. Хотелось бы встретить какого-то ещё персонажа, который мы с вами не видели, чтобы показать. Да и самому посмотреть. интересно. Попробую пойти в эту сторону. Теперь хотя бы просто посмотрю. Может быть, будет кто-то новый с персонажей. С персонажей. Так. Что здесь? Озеро. Бежим вдоль озера. Осматриваемся. но не останавливаемся, потому что если остановишься, то кто-то может подкрасться. И тогда уже берегись. Так. Здесь в прошлый раз я встретил человека с перевёрнутым лицом. Увидим ли мы его в этот раз? Не знаю, не знаю. Так. Что тут есть? Звуки, конечно. Просто пугающие, ребята, звуки. Какой-то шёпот. Какой-то скрежет. Дверь закрыта. Внутри здесь, как я не пытался что-то разыскать. Так. Мне ничего не попадалось. Может быть, это кто-то здесь и попадётся. Ну, я обычно хожу снаружи. Так. Что здесь? Что здесь? Ну, вы слышите какие-то шёпоты? Или мне уже кажется? Или это ага. Вот ходит большой большой, но безобидный монстр. Вы его видели уже в прошлых сериях. так, вот, ребята, новый новый монстр. Это человек с оленей головой и с оленьими рогами. Тоже, ребята, очень страшный. попробую от него убежать. Не знаю. Возможно, он меня догонит. Также здесь пасётся миролюбивый такой великан. А этот человек-олень бежит за мной. Бежит за мной и кричит. Просто ужасно кричит. А мне бы скрыться в домике, ребята. В домике. А где домик, если бы я знал только. Так, здесь кемпинг, а домик где-то вот в этой стороне, если я правильно понимаю. я буду бежать всё-таки в кемпинг. Буду бежать по это Cartoon Cat. Мне нужно быстрее добежать до дома, чтобы пробраться к сейфу, в котором есть оружие. На второй карте оружие вы можете найти только в этом доме. Cartoon Cat где-то здесь. Так, беру-ка я винтовочку на всякий случай. На тот случай, если он тут материализуется. Вот ещё одна винтовка. Так, ну вот вы слышите, играет музыка. это значит, что Cartoon Cat где-то рядом, совсем близко. Вот он, ребята. Вот мы его видим. Ну, такое ощущение, что не попадаем. Ладно, попробуем ещё кого-нибудь вам показать. Побегу отсюда, дальше. Вся, конечно, не самое лучшее оружие. С винтовки удобно, конечно, где-то сидеть на вышке стрелять, но в таком бою, конечно, в ближнем здесь совершенно неудобно. Так, куда бегу? Бегу в какие-то подаются мне могилки, и я прибежал в госпиталь. какие-то головы тут, олени и рога. Ну, попробуем, увидим ли ещё кого-нибудь, не знаю. Хотелось бы увидеть новых персонажей, каких-то неизвестных. всех которых мы видели, это уже ребята старые персонажи. Здесь где-то приближается сиреноголовый, так даже трудно увидеть с какой стороны, но уже где-то близко. Очень близко, судя по звуку сирены. Очень близко, и он меня достигает. достигает, достигает, достигает. Пробую прыгать, пробую пропрыгивать, так сказать. Но, о, ребятки, это ещё хуже. Чудище. Просто ребята рейк, с ним не шутят. с ним не шутят. С этого, конечно, винтовки вряд ли смогу победить. Ну, попробую. Тактика такая, что нужно бежать, держаться на определенном расстоянии, бежать, стрелять. но он быстро бегает. Видите, ? О-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о. Так, куда я бегу? Запутался, ничего не вижу. Пытаюсь уже скрыться от него. Пытаюсь скрыться от него. Попробую вот здесь скрыться, но не знаю, не знаю, ребята. Давайте-ка посмотрим, добежит он до меня и что будет тут. 500 хп я с него снял. Вот-вот. Не знаю, ребята, не знаю, с каким оружием. Вот еще сильная головая идет. О-о-о! Хм! Все, он меня вынес. Ну что ж, ребята, нам попадаются, конечно, какие-то самые обычные существа. Хотелось бы что-то новенькое, но новенькое ничего не попадается. Опять попался рык, точнее, он где-то караулит нас внизу. Очень сильно кричит и волнуется. Ладно, ребята, уже, наверное, в следующем видео попытаемся еще найти какие-то интересные существа, интересные моменты с филовинского обновления. А вам, если понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!